Всем привет! Только что забрала на почте свою посылочку. В посылке должен лежать мерч от Гостмейна. В общем, такая история, что в марте я увидела в твиттере от него сообщение, что он дропнул на предзаказ свой мерч, и, соответственно, я зашла, заказала там толстовочку. Вот тут написано здесь, это худи размер S. Стоила она 40 долларов, доставка обошлась в 11 долларов 63 цента, поэтому почитывайте, сколько это будет. В общем, 15 марта, если я не ошибаюсь, по-моему, да, 15 марта я заказала на сайте толстовку. 4 апреля пришло письмо о том, что мой заказ отправлен. При том, что когда 15 марта я заказывала на сайте, мне уже на почту пришло сообщение, что именно в апреле они будут рассылать мерч. Вот, 4 апреля мне пришло сообщение, что мой мерч был отправлен, а 20 апреля, то есть сегодня, я уже получила его на почту. Пришел он вчера, как мы видим, вот здесь по записи от почты, поэтому сейчас буду вскрывать, давайте посмотрим, что там пришло. Также оставлю в описании ссылочку на мое видео, где я открываю мерч от Lil Peepa, и будет ссылочка на видео, где я рассказываю, как заказать мерч с этого сайта, где можно заказать от Ghostmain, от Lil Peepa, Lil Tracy, Coldheart и прочих ребят мерч. Поэтому смотрите, возможно, это будет вам интересно. Еще сразу хочу рассказать о том, что 17-го числа проходил в Москве концерт Ghostmain. Я на него попала и, соответственно, потрогала, посмотрела мерч, который там продавался. Там была эта толстовка, и, честно говоря, я расстроилась, потому что я думала, что она будет лучшего качества, чем то, что я там увидела. Буквально месяц назад чисто по случайности заказала из H&M мерч от Bieber, то есть там коллекция у них была совместная, и там была толстовка, она стоила 500 рублей, черная широкая толстовка с логотипом тура Bieber, и, честно скажу, толстовка меня очень сильно удивила, потому что она оказалась офигенная по качеству, реально офигенная, при том, что это вообще какой-то сраный H&M, и это Bieber, ну, то есть, ребят. Но толстовка оказалась очень классной, и здесь я ожидала тоже, что она будет действительно плотная и хорошо пошита, но, на самом деле, когда я потрогала, я очень расстроилась, что за эти деньги она достаточно тонкая, и мне кажется, что она недолго проживет. И насчет цены. На концерте эта толстовка стоила 3000 рублей. Вот, я достала толстовку из пакета, пакет пустой, в нем ничего нету. Размер. Запечатана она симпатично. Цивильная. Достала из пакета толстовку. Сейчас попробую так, чтобы было видно. Показать. Так, вот здесь я вижу, конечно, что-то у нас каталось. Но это не из толстовки вывалилось. Ниточка. Размер S. Так, ярлычок. Ярлычок такой же, как у Лео Пипа. В принципе, она приятная на ощупь. Она... Ну, нормально. Она не такая плотная, конечно. Внутри у нее вот... Камера у меня косячит. Внутри она мягкая. Принт, на самом деле, мне не очень нравится, как он напечатан. Мне кажется, он отвалится. Такой он шершавый, неприятный. В общем, так она выглядит. Опять у меня камера, конечно, косячит со светом. Но она черная. Темно-черная. Хороший цвет тоже. Никаких претензий. Ну, нормуль. Нормуль. Думала, конечно, будет немножко поинтереснее сама толстовка. Но нормально. Вот так она выглядит со спины. Здесь надпись. В общем, спасибо за просмотр. Думайте, заказывайте. Заказывайте. Скоро, вроде говорят, опять будет новый дроп какого-то мерча. Субтитры сделал DimaTorzok